Восточно-казахстанский музей искусств стал настоящей кладовой вдохновения для специалиста экспозиционно-выставочного сектора Ларисы Мартыновой, которая посвятила годы работы служению в этом храме искусства. О выдающихся художниках и новых выставках, а также о книгах, посвященных мастерам живописи, написанных Ларисой Ивановной, смотрите в материале моих коллег. В этом году Лариса Ивановна Мартынова отмечает 20-летний юбилей своей работы в Восточно-казахстанском музее искусств. За это время она подготовила множество интересных экспозиций. Работа по созданию новой выставки отнимает немало сил и времени. Кураторская работа, выставочная работа, она средняя работа художника, потому что что делает куратор, что делает музейщик, он представляет личность человека, его можно по-разному раскрыть. В Восточно-казахстанском музее искусств открылась выставка графики. Из фонда музея здесь представлены работы художников из разных уголков мира. Графика, несмотря на более скупой по сравнению с живописью язык, отличается большими возможностями изображения и передачи эмоций. Полотна восхищают и завораживают легкостью, точностью и глубиной образов. Я стою рядом с картиной, которая, ну, оценить ее невозможно, она бесценна. Это картина Блухана Костеева «Озеро Исык», которая пришла в наш музей благодаря программе поддержки музея Арзаман. Здесь находятся также работы художников советского периода. Тут такие техники представлены, ну, которых сейчас просто нет ни в России, ни в Казахстане, ни в Делико. Есть картины, допустим, линогравюра. Немногие художники сейчас этим занимаются, когда картинка, представьте, вырезается на линоле, а затем уже эти пространства заполняются типографской краской, делаются отпечатки. Здесь есть оформ. Для Ларисы Ивановны богатые коллекции музея, люди, с которыми связан музей, стали источником вдохновения, благодаря которому на свет появляются стихи и проза. Нельзя не сказать об уникальных книгах, которые рассказывают о мастерах живописи. Одна из них посвящена выдающемуся художнику-фронтовику Борису Французову. Когда началась война, он, конечно, оказался на фронте. И вот в этих фронтовых блокнотах мы видим, как меняется сознание человека. Смотрите, на первых страницах он вам рисует Гамлета, какие-то сюжеты. Он планировал стать художником-иллюстратором. Но потом, когда он увидел зверства фашистов на фронте, его сознание изменилось. Здесь мы видим уже дальше фронтовые сюжеты. На первом этаже музея расположилась основная живописная экспозиция. На ней собраны работы выдающихся художников Казахстана. Уникальная атмосфера, царящая в музее, вдохновляет на написание книг и подготовку новых выставок, а также на разработку проектов, направленных на открытие новых имен в мире искусства. Восточно-Казахстанский музей искусств распахнул свои двери для любителей творчества по новому адресу. Улица Тахтарова, 47А. Ирина Санникова, Тимур Отческий, Алтайк-Парад.